Много всего в общем папка у меня совершил. Талантливый человек, безусловно. Сейчас удивительная вещь. Ему вот на днях стукнет 79. У меня отец писал очень хорошие стихи. Прям очень хорошие. В декабре ведь будет, да? В декабре, 29 декабря у него день рождения. Да, да, да. И будущий год будет уже юбилейным. Юбилейный, да, совершенно верно. Но 79 лет это точно такой серьезный возраст, хотя батя у меня в порядке. Слава Богу. Дай Бог ему здоровья. Отец начал писать стихи. Он писал когда-то давно, потом забросил. Писал очень хорошие. Сейчас начал писать такие, что его пригласили. Сейчас он кому-то показал из друзей, его пригласили сделать творческий вечер с его стихами, потому что говорят, это круто, это надо показывать. И он реально очень много пишет. То есть он там за последние полгода написал какую-то не на одну книжку, мне кажется. А вот взять бы и музыку к этим стихам. Знаете, я пробовал это сделать году в 88-91. На его стихи писать музыки? На его стихи, да. Вы же сами пишите тексты. Ну я пишу сам, естественно, но... Почему естественно? Ну как вот? О, простите. Да, я пишу сам. Но имеется в виду, что я пробовал на его стихи писать, и как-то все бардовская песня получалась. А это плохо? Бардовская песня, это плохо? Это прекрасно, но это не для моего коллектива. Ну а что по жанру, вот как вы сами для себя определяете куча рэбэндер? О, вы знаете, это такой крик души. Наверное, рок. То есть что лукавить-то? Я раньше все время пытался там говорить, мы играем в фанки, рок, рок-попс. Ну да, рок-попс, наверное, ну как угодно. Но это такой... Не поп-рок, но рок-попс. Пусть это будет так, как и я Лугутенко придумал это название. Мы так своей дорожкой идем, делаем то, что нравится. Там команда постоянная? Да, да, да. А как она собиралась? Вы знаете, собиралась не сразу, собиралась не просто. Сначала мы... Ну, во-первых, у меня было очень много коллективов. И в край я встретился с замечательным музыкантом Тимуром Ведерниковым, гитаристом, мультиинструменталистом. Мы с ним записали одну песню вообще вдвоем, в принципе. И потом нас пригласили. Ребята, может, вы что-то сделаете? Вы песню послушаете? Говорят, у вас есть? Мы такие, да, конечно, есть. Я такой, Тим, и что делаем? И Тим мне помог собрать коллектив. Мы собрали коллектив, сделали концерт, достаточно такой большой. Отыграли немного песен, имеется в виду большой, много народу было. И мы были в программе, там 8 или 9 вещей сыграли. И потом начали двигаться вперед, и какие-то музыканты меня не устраивали, каких-то я, наверное, не устраивал. И в итоге сложился таким образом коллектив, что Тимур у меня сейчас не играет, мы с ним остались по-прежнему друзьями, но у меня играют другие музыканты. И сейчас постоянный коллектив, нас 6 человек. Ну, 5 музыкантов имеется в виду со мной. И наш замечательный мой друг, помощник, Леня Розин, это музыкальный директор наш, и звукорежиссер, в общем, все в одном лице. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24. 24.